Даже до начала пресс-конференции атмосфера здесь какая-то магически шутливая. Но вот знаменитый клоун переступает порог и... Зал уже арена, конференция представления. Весь реквизит с собой, знаменитая шляпа с той самой любимой клеточкой. А вместо носа такой актуальный в последнее время защитный чеснок. Звуковая заставка информагентства как стартовый сигнал журналистам бороться за лучший кадр народного артиста. Отойдите, пожалуйста. Дайте другим поработать, пожалуйста. О скандалах ни слова. На родине Олега Попова не было почти 30 лет, поэтому хочется успеть поговорить обо всем. Здесь каждый его друг. Я начал репетировать. Попросил с оркестра музыканта, чтобы он меня научил. Но он такой был плохой, что он говорит, что невозможно играть. Мне было так обидно. И я откусил мундштук. Это ему журналисты не боятся задавать вопросы. На каждый Олег Константинович найдет свой эксцентричный и остроумный ответ. Например, какие продукты помогают ему набираться сил. Ну, я скажу, может быть, коротко. Как любой русский человек. Всю конференцию он внимательно слушает своих коллег и журналистов. Народный артист привык чувствовать каждого зрителя. Так образы лучше рождаются. А если у рядом сидящих еще и фамилии говорящие, то тут сам Бог велел. Это Олег Чесноков фамилия, да? Я тоже Олег, но не Чесноков. И придумал, чтобы у меня такая была маска. Значит, я Олег Чесноков тоже. Пожалуйста. В его программе много новых репресс, но секреты все не раскрывает. Говорит только о своем друге, скотч-терьере. Как у знаменитого клоуна Карандаша. Несколько трюков с собакой не помешают. Потом Олег Попов на мгновение задумается о нелегких годах. И вот когда будут премьеры здесь, завтра, по-моему, да? Завтра, да. Это открытие моего второго дыхания. Но потом улыбнется, покажет фокус и наденет чесночную маску. Ведь он знает, что все, что нужно человеку для счастья сейчас, это смех и чеснок. Чеснок самый лучший продукт в мире. Антон Зыков, Александр Григорьев и Мурат Расульзаде. НТВ. Петербург.